Партнер проекта LZRM, производитель рапсового масла Унша. Приветствую вас, дорогие слушатели. Меня зовут Ксения Шамова. Каждую неделю я знакомлю вас с книжными новинками в программе «Да». В этот раз мы взяли курс на здоровый образ жизни и создание зеленого оазиса у себя дома и в офисе. У меня есть клиентка, которая влюбила меня в растения. Да-да, оказывается, можно полюбить комнатное растение в любом возрасте. Когда появляется зеленый питомец, сразу возникает вопрос, а кто за ним будет ухаживать? Например, автор книги предлагает на работе стать главным по цветам. Как он пишет, хотите заслужить любовь коллег, станьте менеджером по цветам. Всем нравятся коллеги, которые любят растения. Я пробовал сам, и это работает. Домашние цветы – это терапия, доступная каждому. Но все по порядку. Сейчас открою интригу. Представляю книгу «Норвежский сад. Красивое и выносливое растение для городской квартиры», которая написана норвежским растения-блогером, психотерапевтом и любителем домашнего цветоводства Андерсом Рёйненбергом. Книга, выпущенная издательством «Манованов и Фербер», рекомендованный возраст 16+. Это не просто книга с практическими советами, как ухаживать за растениями, а книга-совет. Вам о чем-нибудь говорят понятия «дефицит природы» и «эффект свежего воздуха». Жизнь современного человека, стресс, пыль и минимум движения – все это ведет к психическим и физическим заболеваниям. Исследования показывают, что люди, которые выращивают комнатные растения, стремясь сделать воздух у себя дома более похожим на лесной, ощущают больше спокойствия и умиротворения. В этом заключается так называемый «эффект свежего воздуха». Меньше мебели и больше растений. Поставив рядом несколько растений, можно создать мини-лес, где начинается взаимодействие. Цветы вместе дышат, выделяют влагу и в то же время очищают воздух в помещении от токсинов. Такой домашний лес не только радует глаз, но и помогает улучшить ваше здоровье и самочувствие. Аэко-активист Камаль Митл в выступлении на конференции TED, набравшем огромное количество просмотров, провел серию экспериментов с растениями в здании, где работал сам и показал, как сильно комнатные растения могут менять рабочую среду и влиять на физическое и ментальное здоровье сотрудников. Исследование подтвердило явное снижение риска развития мигреней, астмы и других заболеваний, а также значительно меньший риск уменьшения объема легких. Работоспособность сотрудников выросла на 20%. Сегодня мы познакомились с книгой Андерса Рейненберга «Норвежский сад. Красивое и выносливое растение для городской квартиры». Книга, которая не сможет оставить равнодушным никого, так как полна вдохновляющих иллюстраций, личных историй и советов. Растения, или, как автор книги говорит, зеленые питомцы, снимают душевную боль и напоминают о жизни и росте. Недаром говорят, что цвет надежды зеленый. Да! А помогает нам приносить пользу в каждый день жизни наш партнер LZRM, производитель рапсового масла Унша.